В кошельке ни копейки, до зарплаты далеко, а выходные впереди. Уикенд можно провести намного веселее и интереснее без денег. Первое, что нужно сделать, это выспаться и набраться сил. Можно сколько угодно нежиться в постели, приготовить себе омлет и, наконец, посмотреть фильмы, которые давно хотели увидеть, или почитать книгу. Интересно будет найти старые альбомы и вспомнить лучшие моменты жизни. После пора за дело. Уборка в доме порой самое увлекательное занятие. А затем займитесь собой, приведите себя в порядок и собирайтесь в путь. Я как-то случайно подумала, не пойти ли нам в гости. Можно навестить друзей или родителей, у которых вы давно не гостили. Они будут рады вас видеть и приготовят достойный ужин. Во время разговора запланируйте вместе с ними поход на различные мероприятия в городе, тем более, что в эти выходные их множество. Можно будет выбраться в горы, желательно пешком, отдохнуть на свежем воздухе и устроить пикник. Осенняя погода пока еще позволяет наслаждаться пейзажами воочию. А не через окна или по телевизору. Можно пригласить гостей к себе. Заранее придумайте занятия и игры для дружной компании. Монополия, Твистер или Крокодил. Предупредите всех, что у вас пусто и в кармане, и в холодильнике. И тогда кто-то обязательно порадует вас домашним пирогом или вкуснейшим пловом в качестве презента. Ты заходи, если что. Часто в городе проводят бесплатные семинары, мастер-классы и тренинги. Почему бы не сходить и не заняться саморазвитием? Еще один прекрасный способ провести время с пользой и без затрат – это прогулка с фотоаппаратом по красивым местам города. Благо, таких в нашем городе много. Красочные снимки теплой осени будут согревать ваше сердце долгими зимними вечерами. А пока не теряйте ни минуты, наслаждайтесь любимой порой всех поэтов. Возможно, и вас она вдохновит на творчество.